Всем доброго дня! Сегодня давайте поговорим о приготовлении компоста и для чего он нужен. Многие думают, что приготовление компоста это очень просто. Сложил я в ранее приготовленный ящик или кучу листья, ветки и разные органические отходы, накрыл и жди, когда он созреет. Очень простое решение, как нам кажется, но не совсем. Но порой приходится ждать долго, годы. За короткий период такой компоста не созреет. Теперь давайте рассмотрим, как можно более правильно приготовить компоста и чтобы он быстро созрел. На дно ящика, в яму этого не нужно, ложим ветки или другие материалы, или растения из толстых стеблей, которые будут исполнять функцию дренажа. Потом наверх закладываем листья и другие отходы. Пласт этих отходов должен составлять 30-50 см и не более. Затем слой земли 5-10 см или другие толстостенные отходы, которые будут служить проводником воздуха до нижних слоев компостной кучи. Потом снова слой 30-50 см отходов и так далее. Но желательно не более 1 метра по высоте. Чем больше разных видов органических отходов мы используем, тем выше качество будет готового продукта компоста. Из одного вида растений качественный компост не будет. Для полноценного и более качественного компоста необходимо использовать разновидность всех растений и отходов. Потому что слово «компост» переводится как «составной». Значит и наши кучи должны составлять разные компоненты разных отходов. Полноценнее и быстрее созревает компост тогда, когда в данной куче будет находиться растение, которое способствует быстрому образованию гумуса. Чтобы ускорить процесс разложения, то можно по куче полить раствором «Байкал» или другими М-препаратами. Для быстрого получения компоста необходимо перемешивать его. При часом перемешивания вся масса обогащается кислородом, слои перемешиваются и разложение происходит быстрее. Чем чаще мы это будем делать, тем скорее мы получим зрелый компост. Просмотрев это видео до конца, каждый желающий сам сможет приготовить компост. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.